Чуваки, только что закончил смотреть видос Утопии Шоу про голоса, какой там номер на вкладке в тренде, вчера первый был, короче, снимать это всё в формате какого-то такого подробного разбора смысла нету, Ну, в общем-то, по сути, я бы даже сказал, что он практически нормально всё сказал, то есть, я сначала почему-то подумал, что он будет про голоса в голове рассказывать, вот про голоса в голове это более интересно, чем белый шум, ну, короче, о чём этот видос? О том, что, ну, есть такой вот феномен, когда в белом шуме, он же, ну, по сути, просто рандомная херня, которая на радио ловится, и там вот люди выискивают в этом белом шуме какие-то голоса, то они там могут ангельскую музыку услышать, какую-то такую ебложопу, короче говоря. Ну, типа они, это, опять же, похоже на вот эти спиритические доски. Это не совсем, короче, смотри. Ну, смотри, ну, опять же, это всё связано с медиумизмом. Сейчас, сейчас, я сейчас к этому приду. Общение с дурными, с дурными. Короче, смотри, смотри, в таком виде, в каком он-то он объяснил, да, это действительно всё выглядит как какая-то херня. Почему? Потому что, ну, чтобы это самое, ему бы надо, конечно, вот копнуть вообще вопрос духов и того, что это такое, да. Вот. Сейчас, я сейчас к этому приду. Подожди. Короче, как я вот понял суть этого феномена, я, кстати, вот этот феномен сам особо вот и не знал, как бы. Не, вернее, я знал, что вот есть какой-то вот это вот белошумщики, которые там какую-то хуйню ищут, короче. Ну, в принципе, я знал о существовании такого явления, вот, но что-то как-то оно не осело в моём сознании настолько, чтобы я прям пошёл, короче, обмазываться этим белым шумом, да. Вот, поэтому я тут тоже по большей части теоретизирую, как бы не моя специфика это общение с белым шумом, но я всё-таки своё мнение по этому поводу скажу, да. Ну, короче, по поводу белого шума, блядь, он там что рассказывает про то, что есть вот эти белошумщики, которые слушают эту хуйню, рандомный какой-то, блядь, поток хуйни из космоса какой-то, и там они слышат голоса или всякую хуйню, а потом приписывают это, о, вот, это была какая-то знаменитость, короче говоря, умершая, да, вот. Ну, и потом ещё находятся такие, которые ещё и на Ютуб выкладывают, типа, хуйню там, Лил Бип, этот самый, вот, эта запись Лил Бип, ну, там вообще конченная подделка, короче, вообще в натуре подделка, блядь. Ну, вот поэтому он разъёбывал. Да не, 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 даже не по это, да даже не по это, ну, посрать, пошёл или не пошёл, ну да, но тем не менее, тем не менее, вот, кстати, интересно от Утопии Шоу про хроники Акаши было бы, вот, обосраться никто, короче говоря, во всём интернете, блядь, сука. А потому что если бы он это выпустил, это бы не на бравоники, да, понимаешь? Он любит ковыряться на всех андеграундах каналах, вот. Нет, а это бы, он как раз таки не любит в андеграундах ковыряться, он любит. О моём существовании Утопия Шоу точно знает. Ну, это понятно, он любит именно трендовые, эзотерические темы разъёбывать, вот такие, которые всех на слуху. Да, ну, естественно, он не будет разъёбывать у хроники Акаши, блядь, обосраться. Ну, это просто даже не выгодно, потому что это посмотрит по его меркам. Ладно, давай не будем автопить, короче, про хроники Акаши, я сбился опять в смысле. Ну, короче, в таком виде, в каком это подал Утопия Шоу, что действительно, ну, блядь, какая-то рандомная хуйня звучит, да, что доказывает нам Утопия Шоу, что, ну, типа, почему вы думаете, что это был дух, а может быть, это рандомная хуйня, да. И действительно, нет никакой возможности точно установить, что вот ты какой-то хуйня услышал, и это там, не знаю, призрак Джорджа Вашингтона какого-нибудь. Ну, как это вот установить точно, да, никак. Вот, или какой-то там другой призрак, да. С другой стороны, этот белый шум, в принципе, можно использовать как аутотренинг, то есть, как это работает, то есть, это даже ничего-то ненаучное сейчас расскажу. Ну, то есть, врываете белый шум, вот, там вам Утопия Шоу рассказал, что мозги сами будут дорисовывать, что вы там слышите. Ну, правильно, это работа тоналия, он просто берет, распознает какую-то хуйню и, ну, и навешивает, собственно, какие-то слова на то, что услышал в каком-то шуме. То есть, естественно, будет какая-то такая абракадабра там звучать, и вполне логично, что ты там что-то да услышишь, короче говоря, да. Вот, ну, и вопрос того, что ты услышишь, ты в итоге, как бы, поймешь, что в твоем подсознании происходит, как бы. И что это, что-то плохое, ненаучное, нелогичное, то есть, как бы, в чем я не понимаю проблему, то есть, не, ну, хорошо, когда, то есть, если Утопия Шоу воюет с вот этими чуваками, которые на мертвых знаменитостях таким раком хайпят, то это действительно недостойная какая-то хуйня, а еще и профанация магии в том числе. Вот, это недостойно такой хуйней заниматься, вне зависимости от того, что за магию ты там топишь или не за магию, короче, да. Вот. Ну, а в чем проблема такого метода? То есть, ведешь просто, врубаешь какую-то рандомную хуйню, и действительно, ты начинаешь распознавать в ней какие-то слова, ну, и понимаешь, что это ты распознаешь. Что ты там распознал, из этого можно тоже делать какую-то аналитику, что ты там распознал, скажем так. То есть, в каком-нибудь психоанализе, по-моему, даже можно так юзать. Ну, то есть, есть же это самое, эфрейджи, юзал толкование снов, которые тоже это самое, это такое погружение в подсознание, короче. И дальше ты уже работаешь с вот этим. А тут дальше начинается уже магическая еблажопа, потому что что такое подсознание, вот, вообще, в принципе, да. Вот, что такое архетипы и так далее, да. И вот эти вот архетипы, которые как раз в этом подсознании начинают работать. Вот мы, вот экстрасенсы-шарлатаны, да, мы вот это вот и называем, в общем-то, сущностями. Вот, духи это или не духи, это уже, конечно, вопрос вторичный, но сущности, короче. Вот, есть что к этому добавить, сегодня ты спишь уже, это самое, да. Да, не устало. Да, так что вот такая вот фигня. Я не знаю, что к этому, если честно, добавить. Вот думал, что сейчас буду сидеть бомбить, а оказывается, что я особо нечего тут бомбить, чуваки. Да, по сути, всё правильно, на самом деле. И говорит, это он к тому, что действительно пошли сейчас все вот эти любители поискать какой-то белый шум и вот этих мёртвых знаменитостей, которые какие-то послания оставляют, вот, по-всякому. Вот он решил это всё действительно разъевать, так сказать. Ну, потому что, да, раз пошла такая пьянка, а, например, разъёбывать наш контент, ему вообще никакого смысла нет. Это невыгодно и слишком энергозатратно. И никто не посмотрит. Если он начнёт от инсектоидов, например, раз, просто даже никто не поймёт вообще, типа, и просто, наверное, пойдут. Понимаешь, у него тоже своя тенденция, ему нужно снимать то, что... У него свой тренд, да. Да, то, что люди, его подписчики ждут. Ну, да. Ну, да, ну, да. Ну, а по сути, в принципе, да, примерно такого же мнения я и была тоже, что это всё херня какая-то, и никакие это не голоса духов, потому что, ну, во-первых... Они всё равно коннектятся к твоей ауле, короче, и к твоему каналу. Да, и они передают, передают они послания точно уж не человеческими голосами, не на физических носителях, таких, как, например, через радио. Они передают напрямую через твоё подсознание. Да, ты можешь... То есть, ты можешь почувствовать... Ты точно так же можешь пойти просто, я не знаю, в лесу, короче говоря, найти какую-нибудь, я не знаю, там, херню, не знаю, дерево особым образом растущее, которое особым образом сложило листья, короче говоря, расфокусировать глаза и увидеть там, я не знаю, сущность, короче. Вот, так и происходит, в общем-то, видение сущности. Ну, по крайней мере, один из способов видения сущности такой. Вот. Ну, а как-то отличить, смотри, сущность или обман зрения. В данном случае нет никакой разницы. Если ты это увидел вот так, то это самое... Ну, тут ещё, конечно... Фактор того, что ты начнёшь специально всё это выискивать... Вот именно тут ключевой фактор, что специально не надо это выискивать. А ты даже можешь... Это ещё должно происходить в контексте каких-то... Не специально, а ты можешь не специально, ты можешь даже об этом не думать, но подсознание твоё всё равно будет на этом зациклено, и ты будешь всё равно их видеть на каждом шагу. Не, ну, это тоже такая херня, что я вот руны на каждом шагу вижу, да. Вот иду по лесу, и там просто... Вы не представляете, сколько я вижу рун в лесу, да. Но на какие мне руны действительно стоит обращать внимание? Я обращаю внимание на те, когда, знаете, я вот иду такой, думаю о чём-нибудь, думаю, думаю, и тут там, не знаю, какая-нибудь руна подворачивается, которая охеренно в тему, короче говоря, да. Ну, в лесу я, кстати, обычно вот уже... Именно потому, что там переизбыток этих рун, я там особо и не толкую такие знаки, потому что слишком переполнено этими рунами там всё. А вот идёшь, я не знаю, по улице, а там, не знаю, какая-нибудь палочка валяется в виде какой-то руны определённой, да, а ты при этом как раз шёл и думал про какую-то хуйню, вот, и тут тебе прям ответ от вселенной, короче, в виде руны на полу валяющейся. Вот такие знаки я мимо них не прохожу, короче. Ну, вот как помнишь, немножко это, так сказать, пропалил наш видос новый про заброшки, но когда... Да, можешь попалить, в принципе, да, как раз вот так я ушёл, да. Вот так я ушёл, да. Вот, когда мы, помнишь, шли такие сначала, шли, я говорю, пойдём найдём усадьбу прикольную, вот. И мы идём-идём, и ты такой говоришь, наутис, что-то типа хреновая какая-то усадьба, наверное, что-то не хочется мне дойти, такое, не хочется мне дойти. А в итоге мы подходим, а это оказалась не усадьба, это, опять, сначала оказалась церковь с какими-то старыми могилами, реально, там хреновая была энергетика, вот. Вот, но мы пошли дальше, и дальше мы вообще зашли в такое место, что полный пиздец, дальше не буду рассказывать, но там полный наутис вообще во всём, во всём его красе, какое только можно. Ну, тут сам смысл этой руны наутис, это самое действие по, это самое, как это сказать, блядь, необходимость действовать по заранее предписанным правилам. Вот тут какая-то такая хуйня, я вижу его не наутис. Это через Дучёвского, да? Да, ну, а если почитать, да, полкование из твоей книги, то там намного больше всякого. Ну, то есть, я, в принципе, понял, что руна такая, она, ну, для меня руна неприятная, потому что это, ну, не скажешь, что это какая-то плохая руна, это просто руна, которая говорит о том, что вот действовать по установленным правилам. То есть, сначала идёт Хагалас, это хаос, а потом из хаоса создаётся правило, короче, как бы, вот, и вот это вот руна наутис, короче, правило, типа, вот. Ну, там ещё какие-то более мрачные только... Толкование мрачные, да, и, как бы, этот самый православный вот крест тоже содержит в себе руну наутис, как бы, не просто так, то есть, он, ну, это ещё... Так, мне даже интересно стало, я по-моему, за книгой, блин. Да, это самое. Ольга пока сходит за книгой, короче, элитный канал, я даже монтажить это говно не буду, если хотите, промотайте, короче. Вот, пока она ходит, разберёмся про руну наутису, а, хотя, чё мы про неё разбираем вообще? А, про это самое, потому что мы прослушали, Степан, ну, давай пока найди руну наутис, чё вот это значило, да. Вот. И, да, можно сказать, что это всё когнитивные искажения мозгов, блядь, что это всё ненаучно, нелогично, хуйня, да, но... Ну, а как так получается, что это всё так хорошо срабатывает и никаких проблем вот от этих практик с рунами нету, то есть, блин... Ага, ну, вот, короче, да. Наутис – это нужда, страдания, потери, лишения, сопротивления, задержка, внешние препятствия, ограничения, поломка, неизбежность, тяжёлый, изнурительный труд, безысходная стрессогенная ситуация, безвозвратная утрата... Безвозвратная ситуация тут ключевое слово, это стрессогенная руна, в принципе, она, в принципе, стрессогенная, и там было действительно стрессогенно. Смотри, безвозвратная утрата, внешняя угроза, трудности жизни, ухудшение здоровья, так, воздержание от излишков, так, период неудачи, невзгоды, душевный или физический дискомфорт, боль, горе, чёрная полоса, рабство. Ну, блядь, конечно, вот именно поэтому я и не пользуюсь вот этой книжкой, потому что на ней именно в качестве гадания использовать это можно, а вот в качестве магической работы она не очень. Нет, ну почему она даёт себе именно ассоциативный, да, в качестве гадания, понятное дело, да. Это для гадания, то есть, поэтому тут некорректно говорить о магическом смысле руны, то есть, есть гадальня, есть магический, я это так понимаю. Вот, почему мы говорим, блядь, про руны, да. Ой, не хочу я, конечно, палить результаты наших магических ритуалов, короче говоря, поэтому как-нибудь, не знаю, пройдёт время и я расскажу про свои рунные ритуалы, которые я вот делал и которые, представьте себе, работают, блядь, это не знаю, можно, это всё, в принципе, можно объяснить, блядь, когнитивными искажениями мозга, потому что научники, они очень любят, в принципе, всё такое, расписывать на когнитивные искажения мозга, им бы, в первую очередь, всё, что они рассказывают, проверить на когнитивные искажения мозга, блядь, вот. Вот, но просто реально вот эти ритуалы с рунами сбои не давали, по крайней мере, ни разу, блядь. То есть, речь идёт не о том, чтобы, знаете, просто так вот написать, вот руны вот на руке, да, ещё и, соответственно, соответствующий ритуал произвести, хороший, качественный хороший ритуал, ну вот. И поставить намерение, вот, и всё прекрасно работает. Тут ещё, кстати, всякие утопии шоу, они, видимо, в принципе, не знают, что маги это работают через намерение, поэтому от них вы никогда не услышите на канале утопии шоу вообще хоть что-нибудь про намерение. Они там будут разъёбывать как раз вот всякие вот эти белые шумы, блядь, и то, что на самом деле, блядь, да, и тут ключевая идея вот этого утопии шоу, типа, вот, блядь, смотрите, короче говоря, вот этот белый шум на самом деле, чуваки, это отражение от атмосферы, блядь, это на самом деле радио, блядь, это на самом деле вот, то есть, он находит причину, что это такое на самом деле. Ну, хорошо, это, блядь, на самом деле, это, блядь, я не знаю, короче говоря, пульсар из галактики БФ-16, блядь, был, а не дух, короче, но мне-то какая разница, понимаете, в картине мира вот такого вот человека типа меня, да, который во всё это верит, да, это не так работает, то есть, мне вообще насрать от пульсара это или от отражения атмосферы, короче. Если я услышал, если ко мне это пришло, значит, это моё всё, это значит и есть послание для меня, короче, то есть, вся вселенная, это, она, короче говоря, отражение меня самого и из какой бы рандомной жопы я не услышал сигнал, это всё равно сигнал. Да, вот именно, вот так и работает, то есть, ты можешь услышать этот сигнал просто в словах проходящих мимо людей или увидеть какую-то надпись. То есть, вот, утопия шоу бы сказал, блядь, это, короче, не имело, вот, вот, типа, вот у нас стандартная ситуация вообще, вот мы идём по улице и думаем, короче, о чем-нибудь, да, или разговариваем о чем-нибудь, да, или разговариваем о чем-нибудь. Вот, и тут идут какие-то системщики по улице и что-то такое в тему говорят, что, блядь, никогда и не это самое, ну, то есть, блядь, именно в этот момент, именно тогда, когда мы прошли и именно когда мы говорили об этом, системщики что-то такое начали говорить. Это вот, как, я не знаю, как ритуал с ухом, когда собака прибежала, блядь, ну, типа того, вот. И да, можно сказать, что, блядь, на самом деле они не вам сказали, короче, это всё не нам сказано, это они говорили между собой на самом деле. Ну, это понятное дело, да. Вот, а это самое, а мы просто все равно услышали, у нас когнитивные дискажения у нас, блядь. Да, вот Утопия Шоу именно так бы и сказал, как будто мы не знаем, что они между собой разговаривают, нет, мы думали, что они специально вот взяли, прочитали наши мысли и нам ответили. Понятное дело, что они-то, блядь, вообще в другом потоке существуют. Да, он искажает просто в итоге эзотерику, как мы её видим, и получается так, что он её преподносит по-другому, вот, и потом уже из этой скудоумной эзотерики начинает её, естественно, развивать. Мы не будем говорить, что Утопия Шоу скудоумится, всё-таки, да, у меня был видос Утопия Шоуского, он не скудоумится, всё-таки скудоумцы не умеют делать, ну, подаёт он инфу хорошо и копает хорошо, ну, то есть, он не скудоумец, он голем. Всё, то есть, это самое. Ввиду то, что вот это скудоумное понимание эзотерики, как, типа, у всех людей, такое вообще неглубокое. То же самое, как если бы мы, вот, неглубоко зная, например, физику, стали бы разъёбывать физику. Просто сами что-то там услышали, непонятно, какую фигню там начитались, одна бабка сказала, и, типа, а, ну, понятно, значит, физика это то, что, типа, так и так, ага, а это не так, а вот здесь вот так. И всё, и мы такие дали и принесли эти доказательства, то, что вот физика не работает, потому что мы опровергли вот это, а нам говорят в итоге... Да, вы не так поняли вообще, да, вы не так поняли, да, и вообще всё, блин, и пытаются нам донести, мы всё равно сидим на этом и говорим, нет, наука не работает, потому что мы проверили, и вот, типа, вот так и так. И всё, это то же самое и они, так же они себя ведут, все эти научпоперы. Ну, ты, конечно, утрируешь, а Утопия шоу хорошо всё-таки проработал, действительно. Этих, а у белошумщиков, которые, ну, это самое, всё-таки я даже частично с ним согласен, но всё-таки просто он... И вообще, в принципе, мы подходим к вот этому вопросу духов опять с какой-то неправильной стороны, блядь. Вот тут проблема в том, что вот я очень хочу именно про духов от Утопии шоу какое-то объяснение, вот, или про хроники Акаши, вот, что-нибудь, так это всё, ну, вы поняли. Ладно, 20 минут уже сидим-пиздим, это еблажопа. Подписывайтесь на наш канал, здесь говорят правду и живут по фэншую. А на этом у нас сегодня всё. Гой-гая, слава, лизарди, чуваки. Всем пока. Надеюсь, вам нравятся эти видео на балконе, снятые на телефон через жопу. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok